МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как грамотно их реализовать и чем мы можем привлечь иностранных туристов в Приморский край? Обсудим в прямом эфире. Итак, у нас гостя. Алексей Старичков, директор Департамента международного сотрудничества и развития туризма Приморского края. Здравствуйте. Добрый вечер. А также Ольга Кудрявцева, председатель Приморского регионального союза туроператоров. Здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Хочу напомнить, наш телефон 220-92-96. Вы также можете задавать свои вопросы. У меня, во-первых, вопрос такой. Скажите, вот в Приморе, особенно сейчас, так очень много красивых мест. Но до сих пор почему-то все больше, мне так кажется, туристов отдыхают за границей. Вот каким способом, как мы можем сегодня привлечь туристов в наш край? Вы знаете, Елена, вы правы и не правы. Действительно, вы правы в том, что в Приморе очень много прекрасных, красивых мест, которые могли бы быть и которые интересны и российским туристам, и иностранным туристам. И, вы знаете, мы сегодня наблюдаем очень позитивную картину, если мы говорим о развитии туристской отрасли Приморского края. Она заключается в том, что за последний год более чем на 20% увеличилось число туристов, как россиян, так и иностранцев, которые приезжают в Приморский край и которые в Приморском крае отдыхают. Да, конечно, развивается выездной туризм, но признаюсь, что мы заинтересованы, конечно же, и в развитии выездного туризма. Но наибольший приоритет для нас это развитие выездного туризма, потому что, как вы прекрасно понимаете, каждый иностранный, российский турист, который приезжает в Приморский край, он создает здесь возможность для развития нашей туристской отрасли, для развития Приморского края в целом. Потому что покупая туристический продукт на территории Приморского края, живя в гостинице, приходя в магазины, в рестораны, наши туристы, гости Приморского края, и я бы здесь особенно не разделял россиян и иностранцев, получают все наши радушия, те сервисы, которые мы можем им сегодня предоставить, ну и тратят свои деньги, платят за гостиницу, за питание, делают покупки. И все это, конечно же, платежеспособный спрос, предприятия получают доходы, платят налоги, нанимают своих сотрудников, это все наши с вами земляки, они получают рабочие места, получают заработную плату, платят налоги со своих индивидуальных доходов, формируют платежеспособный спрос на рынке Приморского края. Иными словами, конечно же, развитие въездного туризма – это первоочередной приоритет сейчас в нашей работе, как администрация Приморского края, да в целом это одна из важнейших задач сейчас развития туризма в нашей стране, в Российской Федерации. Поэтому повторюсь, что это важнейшая задача, которую ставит перед нами губернатор Приморского края, такие задачи сформулированы и государственной программой Приморского края развития туризма. Ну и, конечно же, в этом заинтересован и туристский бизнес, поэтому здесь наши интересы совпадают. Уверен, что за последние годы, Елена, вы и все наши телезрители, нет необходимости вас убеждать в этом. Мы являемся свидетелями, современниками и участниками удивительного процесса, когда чудесные трансформации происходят у нас в Приморском крае, в городе Владивостоке. Я всю жизнь живу в Приморском крае с самого своего рождения. И вы знаете, последние 2-3 года, особенно летом этого года, которое, к сожалению, сейчас уже заканчивается, но еще стоят на улице теплые осенние дни, я с большим удовольствием гуляю по улицам нашего города, наблюдаю за тем, как удивительно он расцвел в последние годы. И вы знаете, точно такие же отлики я слышу и от тех людей, которые приезжают в Приморский край, как и от россиян, которые, скажем, не были некоторого времени здесь. Скажите, а достаточно вот тех объектов, которые, ну, благодаря саммиту, да, у нас появились там мосты, понятно, дороги, сейчас еще открываются культурные и спортивные центры, для того, чтобы привлекать, наверное, ну, не просто не особую категорию, да, туристов, которые ехали сюда на дикую природу, а уже, в принципе, любого желающего? Ну, мы уже упомянули о том, что очень много было сделано, но, конечно же, перед нами стоят еще очень большие задачи, если вы позволите, я вам сейчас о них расскажу, и думаю, что наши телезрители тоже с большим интересом, не только, но с большим интересом участвуют в развитии Приморского края. Смотрите, мы получили колоссальное развитие инфраструктуры. Это новый современный международный аэропорт города Владивостока, это современные автомобильные дороги, это мосты. 18 октября этого года, совсем скоро, состоится открытие прекрасного, одного из самых лучших в России и в Азиатско-Тихотянском регионе, театра оперы и балета. Вот ближайшую пятницу... Пятисов-холл, да? Да, Пятисов-холл, спортивно-концертный комплекс, прекрасный кампус Дальневосточного федерального университета, который, вы знаете, площадка и для образовательного туризма, ну, и для познавательного туризма вообще, потому что, ну, это удивительное вообще произведение архитектуры. Так вот, кампус Дальневосточного федерального университета, это прекрасные объекты для познавательного туризма, но не только, конечно же, это объект образовательного туризма, но еще и делового. Вы знаете, что большое количество сейчас конгрессно-выставочных мероприятий проходит в кампусе на острове Русском, в кампусе Дальневосточного федерального университета. Иными словами, мы получаем сейчас очень мощное развитие инфраструктуры, ну, конечно, этого недостаточно для того, чтобы вот выполнить те задачи, которые перед нами ставит губернатор, те задачи... Ну, вот, Алексей Юрьевич, как раз Вы сейчас перечислили те объекты, которые находятся во Владивостоке, да, а если говорить о Приморском крае, ведь хотелось бы не только, да, вот, понятно, город, мы можем сегодня приглашать и развиводали отношения, а вот Приморский край? Вы знаете, Приморский край удивительно красивый. Нам природа даровала, и наши предки передали нам наследство вот эту удивительную землю Приморского края. Пока, пока, в основном объектами туристского показа в Приморском крае, если мы не говорим о городе Владивостоке, о тех объектах, о которых мы уже упомянули, ну, являются прекрасная природа, там, водопады, горные ущелья, дикая тайга, прекрасные пляжи. Наша задача сейчас развивать туристские кластеры на территории Приморского края. Это такая совокупность объектов туристско-рекреационного характера, это гостиницы, кемпинги, базы отдыха, какие-то туристские маршруты, инфраструктура. То есть это все в планах это будет, да? Да, мы, конечно, это все будет, и мы работаем сейчас над этим. Это такая совокупность усилий и государства, и бизнеса. Суть вот нашей работы над этими кластерами заключается, это такое планирование. Планирование, анализ имеющихся сейчас уже возможностей бизнеса, анализ каких-то природных ресурсов, которые мы могли бы использовать в качестве объектов, привлекательных для посещения туристов. Анализ возможностей, скажем, бюджета Приморского края для софинансирования развития инфраструктуры в этих кластерах. И это такой анализ возможностей государственных усилий, скажем, федеральной целевой программы развития въездного и внутреннего туризма. Это возможности государственных программ по развитию туризма. Вот консолидация всех этих финансовых потоков усилий и позволит, надеюсь, нам в ближайшие несколько лет создать такие кластеры на базе уже имеющихся предприятий туристской отрасли на территории Приморского края. Знаете, а можно вот сразу конкретизироваться? Вы просто заговорили про кемплинги. У меня есть вопрос от телезрителя, который пришел на сайт УТВ Прим. Вот развивая туризм в Приморском крае, вообще планируется ли развитие придорожного сервиса, в том числе площадки с коммуникацией, кемплинги и кафе? Да, если да, то вообще есть ли сроки, когда на самом деле это начнется, строительство или вообще развитие этого проекта? Да, вы правы. И к нам тоже часто обращаются, очень часто и туристы, и иностранные наши партнеры, партнеры туристской компании Приморского края, которые планируют направлять иностранных туристов к нам сюда, в Приморский край. Надо признать, что сейчас эта инфраструктура недостаточна для того, чтобы удовлетворять потребности туристов, которые приезжают к нам. Простит, да, вот в стране, да, почему-то как-то у нас не принято путешествовать в автодоме, как в Европе и США. Можно путешествовать в автомобиле, можно путешествовать в автодоме, в самолете. Вы знаете, мы анализируем опыт других регионов, и надо признать, что в европейской части нашей страны система автомобильных кластеров, то есть это не всегда дом на колесах, это инфраструктура, когда вы путешествуя на автомобиле, можете остановиться в какой-то точке, провести, переночевать, провести ночь, поужинать, пообедать. Безопасно, чтобы это было, да, в первую очередь. Безусловно, безопасно, комфортно, получить недорогой и качественный сервис. Это автокластеры сейчас, вот таков тренд развития. Ты, чтобы я отправилась, если бы это было точно безопасно, с детьми. Вы куда поехали? В Хабаровск, например, ну и дальше можно. Хабаровск, край, да, ну, я призываюсь путешествовать по Приморскому краю, у нас много дорог и прекрасных мест. Нет, по всему Приморскому краю и далее. Вот, и я вот упомянула уже о том, что в европейской части нашей страны, особенно вдоль дороги, скоростных магистралей, которые идут по направлению Москвы, скажем, там, с юга и Сочи, там, в Москву и по другим направлениям, Санкт-Петербург, Москва, там инфраструктура достаточно развита. Надо признать, что мы здесь отстаем в этом направлении. Но, повторюсь, сейчас перед нами стоят такие задачи, и мы рассчитываем, что нам удастся в ближайшие годы создать благоприятные и в ближайшие периоды времени, создать благоприятные условия для бизнеса, для того, чтобы частный капитал мог создавать и развивать такие автомобильные кластеры. С помощью государства, которое бы заключалось в упрощении различных процедур, регулирующих эти отношения, а также с помощью государства, и эта помощь могла бы представлять собой еще и компенсацию некоторых расходов за счет средств федеральных программ на развитие собственной инфраструктуры. Ольга Георгиевна, скажите, а вообще вот туркомпании, насколько они сегодня готовы продвигать Приморский край, рекламировать его для местных, а также иностранных туристов? Спасибо за вопрос. Все члены нашей ассоциации, входящие в нашу ассоциацию, входят в реестр туроператоров и имеют хороший состав профессионалов. Поэтому компания, безусловно, активно мы сотрудничаем и с администрацией Приморского края в этом направлении, участвуем во всех значимых выставках по продвижению бренда Приморского края. Буквально недавно вернулись делегации из членов нашей ассоциации, совместно с администрацией, это Джата была, в Японии проходила. В августе месяце проходила в Корее, в Сеуле выставка была. И, безусловно, все делается для того, чтобы привлекать туристов с азиатской региона. Чтобы тоже туркомпании размещали, о, горячие путевки в Славянку, еще какой-то турбазу, а не только в Таилан. Нет, это сейчас, безусловно, уже имеется, и вы можете зайти на фарпост, где, безусловно, бегут такие, имеются объявления, горячие путевки на какие-то базы. Скажите, а вот у вас ваши излюбленные места, вот что касается Приморского края? Ну, я вообще-то очень люблю природу, и Приморский край, он просто уникален. И я всегда говорю, что лучше места, чем в Приморском крае, но на земле, по-моему, нет. Пусть со мной, конечно, не согласятся другие жители других регионов. Поэтому у нас изумительная природа, изумительная тайга, у нас очень обалденное море японское, которое ласкает своей, наверное, такой бодрящей температурой. Прекрасно у нас очень место, которое пользуется популярностью и у наших жителей Приморского края, и даже у иностранцев. Это Лазовский заповедник, остров Петрово, где произрастает единственное в мире именно островное, найти свою рощу, имеется в виду. Замечательный объект туристской – это парк драконов. Очень тоже пользуются туристы наши жители. Изумрудная долина. У нас очень много хороших объектов и интересных, поэтому то, что даже интерес проявляется уже и у иностранцев, это показатель того, что это прежде всего безопасность, то есть мы гарантируем безопасность пребывания здесь иностранных туристов, и действительно это привлекательность наших туристских объектов. Вот скажите, тем не менее, они находятся все равно далеко от Владивостока, а вот туда выезжают иностранные туристы, автобусы, на Уссурист, например? Конечно. Вот посмотреть эти туристы, да? И на Уссуристский, и на Лазовский заповедник. И на тропу, да? И на тропу выходят. И даже есть у нас туристы из Южной Кореи, которые изъявили желание подняться даже на гору Пидан, поэтому их не устрашают никакие препятствия. Единственное, что, безусловно, здесь я соглашусь, что у нас не развита инфраструктура именно кемпингов, да, придорожных. Придорожная система, да. Потому что туристские объекты у нас от центра Владивостока находятся на определенном расстоянии. И, безусловно, необходимость вот в этом назрела очень острая. Но туристы, именно иностранные туристы, которые едут целенаправленно к нам сюда в Приморский край, они настолько грамотно изучают наш, видимо, рельеф Приморского края, что они готовы именно посмотреть дикую природу и наши вот изюминки туристические. Поэтому здесь вот я не вижу никаких, как бы, препонов для того, чтобы приезжали туристы к нам. Но, тем не менее, все равно какие-то есть проблемы. Что, скажите, на сегодняшний день нам мешает развитию внутреннего туризма? Без проблем, я знаю, но никак. Вы знаете, Елена, вот вы задаете очень правильный вопрос, я вас благодарю за них. Пожалуй, вот вы спросили, какие наиболее привлекательные места, которые посещают туристы и россияне, и иностранцы. Это вообще очень большая задача, которая сейчас перед нами стоит. Она заключается в необходимости развития бренда, туристского бренда Приморского края. Это популяризация Приморского края, города Владивостока, как место популярного для посещения туристами. Наша задача сейчас заключается в том, чтобы найти как раз вот те изюминки. Ну, как создать имидж, да, такой для туристов Приморского края. Вы знаете, очень многие территории, где абсолютно, ну, нечего показать, и в мире, и в России, но они стараются придумывать какие-нибудь там вымышленные праздники. День лягушки, например, там, или праздник мышки вот есть в России. Фестиваль Рыжих. Фестиваль Рыжих, да. Кстати, у нас скоро он будет. Хорошо, это важное мероприятие событийного туризма. Да, а чем тогда вот такие, вообще какие были предложения, если сегодня мосты, Владивосток ассоциируется с мостами, да, по большей части, а вот Приморский край с чем? Опять же, с природой? Нет, я могу добавить, что у нас очень хорошо развит событийный туризм, и интерес проявляет и как местные жители, так и иностранцы. Это вот проведение событийных мероприятий, как Масленица, как праздники Ивана Купала, а потом очень, вот буквально на площади нашей в городе Владивостоке будет в субботу проходить Всемирный день Тигра. Поэтому очень проявляется большой интерес к этому фестивалю. Также вот буквально на прошлой неделе прошел фестиваль «Владивостокская крепость». Мы о Владивостокской крепости. А если поговорим сразу после звонка. Хорошо. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, я вот на прошлой неделе ездила в Хончуне отдыхать на выходных, а на приграничной зоне Красного на Хончуне просто большие очереди. Это как-нибудь мешается? Да, спасибо большое, Елена. Разрешите, я отвечу на ваш вопрос. Ну, не все так прекрасно, как мы начали наш рассказ сегодня. Действительно, есть некоторые проблемы, которые мы видим и которые мы стараемся решать. И Елена абсолютно права, что одним из серьезных факторов сегодня, сдерживающих и въездной туризм, если мы говорим об иностранцах, приезжающих в Приморский край, и выездной туризм, если мы говорим о наших соотечественниках, к примеру, таких как Елена, которая сейчас позвонила к нам в студию, инфраструктура автомобильных пунктов пропуска, расположенных на территории Приморского края, очень сильно отстала от реального развития туристской отрасли и Приморского края, и сопрительных территорий, скажем, провинции Хэлуньян или провинции Цзилинь. Те пункты пропуска, через которые, я уверен, почти все жители Приморского края путешествовали, там, скажем, Цуэфунхэ или Фунчунь, они были построены много лет назад, в условиях, когда, ну, фактически еще существовал железный занавес, мы с вами совсем не путешествовали, а только на автомобилях Хабаровск, в лучшем случае. Иными словами, существует большая проблема, и она является серьезным фактором, сдерживающим развитие туристской отрасли, ну и просто, знаете, я считаю, что вот та инфраструктура, которая сейчас есть, я имею в виду инфраструктуру автомобильных пунктов пропуска, а всего на территории Приморского края 17 пунктов пропуска, всего, ну, автомобильных меньше. Вот, но это серьезные вообще репутационные издержки, и для Приморского края, как туристского направления, и для развития Приморского края, как выгодной территории, где могли бы иностранные инвесторы заниматься развитием бизнеса. У нас в Российской Федерации есть такое ведомство, Росграница, которое занимается управлением и развитием пунктов пропуска. Многие туристы, которые ездили через пограничный Суйфунхэ и через Краскино-Фуньчунь, видели, наверное, что началось строительство новых пунктов пропуска на этих направлениях. В прошлом году оно, к сожалению, было прекращено по некоторым там организационным причинам. Вот. Мы видим свою задачу в том, чтобы, ну, и губернатор Приморского края лично прилагает много усилий к тому, чтобы, ну, создать условия для того, чтобы соответствующие российские ведомства, которые занимаются этой проблемой, ну, принудили, что ли, или создали условия для того, чтобы эти пункты пропуска в ближайшее время были достроены. Скажите, а вот просто я помню, что во время новогодних праздников был такой наплыв до туристов, что вот русские пограничники просто не справлялись. Люди там стояли по 10 часов на границе. А вот изменился ли какой-то, вот что-то изменилось, режим работы у русских пограничников во время праздничных дней? Вот. Если вот данный год он будет скоро, да, не придем ли мы опять вот к такой ситуации? Вы знаете, есть определенные, ну, нормативы работы пограничников и таможенников, там, ветеринарных служб и других служб, которые работают в пунктах пропуска. Могу сказать, что вот в такие напряженные дни, это новогодние, конечно, праздники, это традиционные праздники, которые мы с вами празднуем в России, это там 7 ноября, 1 мая, это вот сейчас были такие периоды конец августа, когда многие родители с детьми накануне начала учебного года посещали, там, Суйфунхэ, Хунчунь, пункты пропуска и сотрудники, которые там работают, работают, ну, с двукратной нагрузкой. То есть мы анализируем статистику и мы видим, что количество туристов, которые пересекают пункты пропуска, количество транспортных средств, там, автобусов, ну, в два раза превышает нормативные. Поэтому, ну, мы стараемся обращать внимание соответствующих ведомств на то, чтобы Федеральные пограничные службы, Дальневосточного таможенного управления, обращаемся к ним с просьбами о продлении сроков работы, и они на это идут. И они на это идут. На 2, 3, 4 часа иногда продляются сроки работы. Мы все вместе заинтересованы в том, чтобы соотечественники, Елена, которая сейчас обратилась к нам с этим вопросом, ну, наиболее комфортно могли пересесть границу. Но надо признать, что пока нам далеко не все здесь удается, и такая проблема существует, и она находится на контроле у губернатора Приморского края. Больше того, я вам хочу сказать, что в августе в один из недавних своих визитов в Приморский край Игорь Иванович Шувалов, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, так много сделавший за последние годы для Приморья, был на пункте пропуска в Пограничном, там проходило заседание межведомственной комиссии, и эта проблема известна руководителю нашей страны. Надеюсь, что в ближайшее время, возможно, в течение одного или двух лет, совместными усилиями нам удастся ее разрешить. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте. Добрый день. Я бы хотела поблагодарить администрацию Тиморского края за праздник, который устроили всем жителям и гостям нашего города и края, за организацию такого мероприятия, как фестиваль «Владивостовская крепость». И все. Так, звонок сорвался, но как раз мы тоже о Владивостовской крепости хотели поговорить, недавно буквально на днях проходил фестиваль, и насколько я знаю, что было очень неожиданно, что придет так много желающих посмотреть. Вроде эти форты находятся рядом, но по сути, да, там никто не был. Расскажите, да, вот об этом фестивале. Вообще будут ли эти еще экскурсии возобновлены? Да, конечно. И на прошлой неделе, вот в течение трех дней, мы проводили фестиваль «Владивостовская крепость». Это одно из мероприятий государственной программы Приморского края развития туризма. И задача наша заключалась в том, чтобы популяризировать вот эти удивительные объекты фортификационного искусства. И тем не менее, как стало популярно, да? Да, я расскажу вам о том, что мы организовывали автомобильные, автобусные экскурсии в течение трех дней. Более трех тысяч человек у нас посетили. А это было бесплатно? Да, это было бесплатно за счет средств государственной программы развития туризма. Более трех тысяч человек мы смогли пригласить на эти поездки по трем наиболее популярным фортам Владивостовской крепости. Повторюсь, это удивительное наследие наших предков, шедевра жемчужины фортификационного искусства, инженерной мысли. Мы много советовали с коллегами, с нашими коллегами из туристической индустрии, Приморского края, каким образом наилучше всего мы могли бы организовать такие экскурсии. В итоге мы решили, что мы сделали примерно половину из этих трех тысяч путешественников, туристов, ну, так сказать, целевым направлением посетили. Мы пригласили школьников из школы Приморского края, иностранных российских студентов, приморских вузов. Были у нас слушатели средних профессиональных учебных заведений. Мы пригласили инвалидов, мы пригласили сирот. А кроме приглашенных, были просто люди, которые захотели бы приглашаться? Да, были просто посетители, которые прогуливались по спортивной набережной, и там стояли автобусы, которые подготовил оператора нашего мероприятия. И, кстати, ребята, большое им спасибо, я хочу сейчас сказать. Волонтеры, студенты Академии искусств в военной форме, был их лет. Они приглашали посетителей, ну, людей, которые прогуливались по спортивной набережной, в автобусы. И вот таким образом более 500 человек у нас посетили, вот просто люди прогуливающиеся по набережной, по городу, по Владивостоку. Так будут еще такие экскурсии или нет? Что касается именно Владивостокской крепости. Понимаете, вот такие будут, и такое мероприятие у нас запланировано в следующий год, вновь в конце августа, в начале сентября, когда мы будем отмечать очередную годовщину, юбилей, уже будет 115 лет с начала строительства Владивостокской крепости на следующий год. Может, это на поток поставить и постоянно сделать для всех туристов? Ну, это, наверное, предложение для туристических компаний. Если вы были в Санкт-Петербурге, наверное, помните, как много там экскурсий отходит из центра этого прекрасного города. Я могу добавить по этому поводу, потому что, безусловно, туристические компании организуют экскурсии на Владивостокскую крепость. Один вопрос, что это стоит определенную стоимость, и у нас компания контактирует с народным образованием и со школами города Владивостока, и края, и очень активно приезжают дети из районов нашего Приморского края, чтобы побывать на этой экскурсии. Поэтому это был единственный хороший шанс посмотреть и побывать на Владивостокской крепости, ну, бесплатно. Вот так, как это была федеральная... Мне кажется, все-таки, вот, пока еще туристические компании в Приморском крае не организовывают такие экскурсии, когда автобусы стоят на улице в каких-то людных местах, и посетители, прогуливаясь там в солнечный выходной день, могли бы, ну, наверное, за небольшую стоимость, вот, сесть в автобус со своими друзьями, с родственниками, с детьми и осуществить вот такую экскурсию. Мне кажется, это было бы... И опыт наш показал, что это мы таким еще и маркетингом занялись, да? Смотрите, опыт, мне кажется, наш показал, что это может быть интересно, это может быть новым туристическим продуктом. Наверное, в свое время все-таки мы к этому привезем, да. Ну, я даже хотел бы думать, что мы к этому уже пришли. Вы знаете, у нас есть материал, для нас как раз департамент, да, по туризму, для журналистов устраивал рекламный тур по Приморскому краю. Длился он два дня. Мы были и на Поповье, и в Славянке, да. Выделил много удивительных и интересных мест. Давайте посмотрим сюжет, да, чем на самом деле мы можем удивить наших туристов. Когда начинал, ему говорили, что его проект полное безумие. Кому нужен глуши леса и исторический русский парк. Но Сергей Вакуленко, махнув рукой, пошел на риск. Начал стройку. И, как оказалось, не прошло и года. Уже от посетителей нет отбоя. Переезжает даже, скажем так, очень много школьников. С Арсеньева, Славянки, с Кировки переезжают, то есть со Спаска. Очень много школьников. Ну, естественно, с Уссурийской, свадьбы с Владивостока. Парк в Уссурийской тайге стал лишь одной из точек эскурсионного тура по Приморью. Его организовал Департамент международного сотрудничества и развития туризма Приморского края. Главная цель – показать туристические возможности Приморья. То богатство, которым обладает наш Приморский край, сложно найти где-либо еще. На такой относительно небольшой территории сконцентрированы такие различные природные зоны, такие различные территории, история, которую можно развивать и развивать. И здесь, я думаю, мы можем найти с вами буквально любой сектор, который можно развить для тех или иных туристов. Если парк исторически в частных руках, то парк природный – владение государства. На территории заповедника «Кедровая пать» разместили национальный парк земля леопарда. Туристам здесь предлагают пеший тур по Уссурийской тайге. Посмотреть пернатых жителей леса, узнать о лечебных свойствах приморских растений и пройти по следу краснокнижного дальневосточного леопарда. А самым удачным натуралистам еще и увидеть места его обитания. Нам очень важно, чтобы к нам приезжали приморцы, и они больше бы узнавали о своей тайге, несли вот это добро, и как тайга, то есть для них, для нас важно. И поэтому ориентированы именно на приморцев, людей динамичных, активных, которые не просто лежат на пляже или сидят около шашлыков, а именно они мобильные, то есть они готовы поехать, для них 100-150 километров на машине – это не расстояние. Эскурсионный тур длился два дня. За это время его участники смогли побывать в разных точках приморья и еще раз убедиться, что в нашем крае есть отличные ресурсы для развития хорошего и интересного отдыха. А мы продолжаем нашу программу и говорим мы о развитии приморского туризма. Вот скажите, довольно интересные маршруты были, да? Ну, мало о них кто знает. На самом деле я там была и первый раз узнала про эту тропу, узнала вот про Палео-деревню. Скажите, где можно сегодня получить какую-то информацию? Что можно посетить в Приморском крае? Ну, вот эта вот популяризация туристических продуктов, популяризация туристических маршрутов – одна из важнейших задач, которые должны решать и администрация приморского края, органы исполнительной власти совместно с туристической индустрией. Мы сейчас планируем, обсуждаем с туристским сообществом, такая родилась идея, в принципе, не новая, о создании агентства по развитию туризма. Такие агентства есть во многих странах мира, они обычно территориальны, скажем, агентства по развитию туризма в Калифорнии, там, Аляске, есть такие агентства и в Азиатско-Тихотянском регионе. Вот задача такого агентства и, кстати, туристических… Это как сообщество, да, я так понимаю? Да, но это такое некоммерческое партнерство, которое могло бы заниматься популяризацией туристского бренда, популяризацией туристских маршрутов, в том числе и мы сейчас ведем подготовительную работу над созданием туристско-информационного центра, которые могут также быть частью вот такого совета по развитию туризма. Сейчас очень много в Приморском крае, и думаю, сейчас Ольга Георгиевна упомянет, разных таких коммерческих каталогов, справочников, в которых перечислены наиболее популярные маршруты, направления, там, гостиницы, базы отдыха. А в интернете? Да, конечно, они сейчас в основном все в интернете и находятся. Ольга Георгиевна, вот вы какими бы наиболее достоверными источниками могли бы порекомендовать пользоваться нашим телезрителям? Ну, есть несколько вариантов. Это есть печатная продукция, которая выходит в средствах массовой информации, это в газетах и в журналах. Безусловно, это в интернет-порталах, это на сайтах туристических компаний. А такого у нас нет единого интернет-портала, кроме сайта туристических компаний? У нас есть портал Шамара.Инфо, где вот идет сбор информации именно по маршрутам в Приморском крае, то есть туристические компании, операторы предлагают свои маршруты. И также имеется на морском вокзале у нас информационный туристский центр, такой он, можно так его назвать пока еще, он работает, может быть, не в полном объеме, но, тем не менее, гости города, приезжающие и могут в этом центре информацию получить именно по турам. Вот, вы знаете, сейчас делается акцент, да, вот на развитие экотуризма. А скажите, а что касается вот детского туризма? Планируется вообще строительство аквапарка, аттракционов, вообще какой-то единой детской горной зоны? Вот вы упоминали горную зону и... Детскую. Детскую горную зону, да. Ну, вы знаете, наверное, что сейчас один из самых крупных в России инвестиционных проектов, проектов в области туристско-рекреационной деятельности реализовывается на территории Приморского края. Это и горная зона в бухте Муравьинное, вернее, если правильно ее называть, это интегрированный развлекательный курорт в бухте Муравьинное. Вы знаете, что недавно, вот 7-8 сентября, во время Дальневосточного инвестиционного конгресса были достигнуты соглашения, подписаны инвестиционные договоры с двумя крупнейшими мировыми компаниями, которые занимаются индустрией развлечений, индустрией казино. Это корпорации Мелка и корпорация Нага, которая так и называется, Нага Корпорейшн. Вот. Начиная уже с этого года, они начнут активные работы в бухте Муравьинное. Там будет не только игорная зона, и, наверное, даже не столько игорная зона и казино, это будет развлекательный интегрированный курорт, где будет, конечно, и вот эта вот инфраструктура... Для детей в том числе, да? Ну и будет инфраструктура для детей, потому что, ну, это неотъемлемая часть вообще таких курортов. То есть можно приезжать с семьей будет, да? Да, там будет зона интертеймент, там будут аквапарки, там будут шоппинчеры. Аквапарки даже, или просто один аквапарк? Да, конечно. Но, вы знаете, вот сейчас инвесторы, которых я вам упомянул, они занимаются... Но вообще уже есть проект где-то, можно его посмотреть? Интересно просто. Да, такие проекты есть, их можно посмотреть на сайте и администрации Приморского края, и на сайте нашей компании, открытого астронированного общества в нашем доме Приморья. Вот. Но я думаю, что сейчас вот те инвесторы, которые начнут работу в игорных зонах, они будут их перерабатывать в соответствии со своими представлениями. Поэтому подождите немного, и думаю, в ближайшее время мы сможем публично анонсировать проекты, которые будут реализованы, уже архитектурные проекты, будут реализованы в интегрированной развлекательной зоне. Скажите, а вот турфирмы сегодня предлагают что-то конкретно вот по детскому туризму? Какие-то выезды для детских коллективов? Конечно. Я же вам вот хочу сказать, что плодотворно работают со школами у нас, туристические компании, где предлагают туры на водопады, туры выходного дня, ту же Изумрудную долину, парк драконов. То есть это туры выходного дня, где детей утром выйдет, вечером возвращаются они. Поэтому довольно-таки все это безопасно и комфортно. Ну пока это только вот получается класс, вместе со своим классным руководителем, да, можно выезжать. А если вот так вот... Ну начался учебный год, давайте не забывать, поэтому они могут только поехать. И безусловно выходные дня. Ну по-своему, до самостоятельных таких туров, вот чтобы вот ребенка привезти, например, агентство, чтобы организовало, такого нет, да? По Приморскому краю? Да-да-да. Почему? Когда есть выездные экскурсии на водопады, приводят родители детей, и пожалуйста, есть сопровождающие, безусловно, с детьми едут сопровождающие, экскурсоводы, поэтому здесь никакого страха нет. И я приглашаю всех детей путешествовать и по Приморскому краю познавать его. И прямо вот хороший пример того, что вот Владивостокская крепость, где было большое посещение детей, это вот один из показателей того, что проявляется интерес. У нас есть вопрос о телезрителе, который пришел на интернет-сайт ОТВ Прим. Скажите, на самом ли деле отменят визы в Южную Корею? И когда? Да, мы рассчитываем, что с Нового года это случится. Вы знаете, что в ходе работы саммита Большой 20-ки в сентябре в Санкт-Петербурге состоялась встреча между руководителями наших двух стран, президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и президентом Республики Корея Пак-Эн-Хэ. И в ходе этой встречи была достигнута договоренность о том, что начиная с Нового года визы в Южную Корею будут отменены. Считаю, что скоро уже наступит пора и для ответного шага со стороны Российской Федерации. Может быть, не совсем правильно так говорить для меня, как чиновника. Но, тем не менее, я считаю, что существующие сейчас визовые режимы, существующие визовые режимы, они серьезно сдерживают рост потенциала въездного туризма. Да, есть межправсоглашения, в соответствии с которым китайские группы туристов приезжают без визы по спискам. Кстати, хочу сказать, что их количество летом этого года увеличилось в два раза в сравнении с прошлым годом. И вы знаете, что в ближайшее время будет, мы надеемся на это принять закон, и он уже одобрен правительством, вернее, не закон, а поправки к закону о въезде и выезде из Российской Федерации в соответствии с так называемым законом 72 часах, в соответствии с которым иностранные граждане, которые будут приезжать через определенные аэропорты в Россию и в нашу страну, смогут в течение 72 часов находиться в нашей с вами стране без визы. Мы приложили определенные усилия. Губернатор Владимир Владимирович Миклушевский обращался с такими предложениями в Министерство культуры и в Министерство транспорта. Вот. Иными словами, мы ожидаем, что город Владивосток будет в этом перечне, и мы сможем принимать транзит там туристов без визы, которые смогут приезжать в течение 72 часов, и наши туристы смогут здесь в Корею тоже. И мой последний вопрос. Скажите, вообще, как Приморский край собирается ли отмечать Всемирный день туризма? Да. Приморский край собирается отмечать Всемирный день туризма, и мы приглашаем жителей нашего города, мы приглашаем на Центральную площадь в воскресенье, где мы проведем в течение всего дня, я даже не называю точное время, потому что мы будем ждать и наших горожан, и гостей города Владивостока, жителей Приморского края, других наших соотечественников на Центральную площадь нашего города, где будет проходить и торжественный концерт, где будет выставка туристических компаний Приморского края, города Владивостока, да, в таких павильонах специальных будут менеджеры туристских компаний. Интересно, будут ли какие-нибудь горячие путевки продаваться? Горячие путевки, только внутренний туризм, только внутренний туризм. Это хорошо, правильно. Мы организуем выставку национальных кухонь, в общем, будет очень интересно. То есть будут кормить? Да, Елена, будут кормить. А чем еще будет интересно мероприятие? Будет экскурсия на остров Русский, на кампус ДВФУ, поэтому опять появятся у гостей и жителей Владивостока побывать и увидеть. А экскурсии только ограниченное количество, или все желающие смогут посетить наш кампус? Ну, вообще запланировано, что по возможности все желающие должны проехать. В это воскресенье, да? Да, это будет автобусная экскурсия. С центра города организовано, да. А что еще? По аналогии. Ну, я считаю, что это много мероприятий, поэтому есть возможность нашим гражданам увидеть и ДВФУ. Да, ну и мы не хотели бы сейчас раскрывать все наши карты. Пусть наших... Тех людей, которые посетят Центральную площадь, будут ждать приятные сюрпризы. Давайте не будем их пока раскрывать. А до какого часа? Ну, вот с утра, вы сказали, да, это будет воскресенье на площади, да, на Центральной. И до какого часа? До 19 часов. До 19 часов вечера. Спасибо вам за беседу, что пришли в нашу студию. Это была... Спасибо большое вам. Спасибо. Это была программа «В центре внимания», а сейчас вашему вниманию итоговый выпуск «Панорамы». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok